И поэтому у нас такие результаты с настоящим и с будущим, потому что мы моделируем все время прошлое. То есть мы занимаемся моделированием не настоящего и будущего, мы занимаемся моделированием прошлого. А моделирование прошлого, оно ничего не меняет. Это просто симулякор, виртуальная реальность, которую мы постоянно пытаемся переосмыслить, перезагрузить, переформатировать. Теперь возвращаясь к вопросу в десятку по поводу, почему у нас не говорят об эффективной модели развития, а потому что ее нет. Это первое. Второе, ее нет. Второе, отсутствуют политические элиты, которые могут эту модель сформулировать. Те люди, которые могут сформулировать, они не находятся при власти. И третье, страх этого моделирования, страх ответственности. Легче всего заниматься ковырянием в прошлом, очередной институт памяти создать, чем моделировать будущее. Поэтому страх ответственности, он приводит к тому, что от этого просто, знаешь, как шарахаются, как от чумы, наши политические элиты от моделирования будущего. Ну и кроме того, как я уже сказал, неспособность их на эти действия. Ну в этом плане я всегда, знаешь, у нас там Финляндию любят вспоминать, финский сценарий. А я в этом плане все время вспоминаю Кипр. Вот Кипр у меня как бы очень детально когда-то изучал эту страну и общался очень много с киприотами. И изучал их менталитет и как бы вообще занимался, ну, какой-то интересный был период, когда мне интересна была эта страна и детально изучал. Всем когда-то, Алексей, когда-то был Кипр интересен. Интересная страна, офшорная зона, все когда-то активно этим занимались, мы понимаем. Спасибо большое, продолжай. Ну блин, а что ты все время так можешь взять и перенести на такую бытовуху, да? Я хотел красивую подвоху сделать, а ты, значит, все на бытовуху такую перевел. Ну хорошо, продолжаем, значит, с этой периода. Продолжай красивую историю, извини, пожалуйста. Да, продолжай красивую историю изучения Кипра, ты мне дал мне красивую историю изучения Кипра рассказать. Ну, возвращайся, смотри, там вообще ситуация с нашей точки зрения, с нашего восприятия реальности, если в контексте нашего восприятия реальности, то там ситуация вообще катастрофическая.